привет дорогие друзья сегодня ставим брагу я сначала хотел поставить маленькой потом прикинул вас половина килограмма сахара это как-то многовато сейчас вот размочим дрожжи то там ашурки от дрожжей размочим дрожжи точнее поставим их размачиваться а в это время займемся инвертом и составлением пропорций значит что у нас есть имеется что у нас имеется у нас имеется кега я ее только что помыл сейчас мы туда плеснем водички а водичку надо бы отмерить поэтому мы ее сольем вот в эту чтоб нам хотя бы примерно знать сколько у нас воды да примерно узнать не получится ну ладно потом добавим а сколько добавим потом раз ну полторы полторы вот эти полоски это будет 19 так и теперь наливаем сюда наливаем сюда чтобы горячим инвертом не расплавить кегу а водичка у нас здесь теплая она из-под этого сейчас сгнали самогон и тепленькой водичку сливали в эти штуки это инверт на канале есть видео как сделать инвертированный сахар не помню как оно называется но слово инверт инвертирование там присутствует ну вот я посчитал что два с половиной килограмма сахара на 19 литровую это будет 17 к 2 с половиной это получается у нас что-то как-то многовато сахара то есть для конечно кое-кого это немного воды больше чем 1 к 5 но вообще это неправильно это неправильно секундочку я от ветра камеру прикрою чтобы вам получше было слышно ну вот поэтому это пришлось поэтому пришлось ставить большой потому что большой нам точно хватит сразу же ополаскиваем от сахара я смотрел на ю тубе видео про брагу как сделать брагу четко четкую брагу там люди как бы не пуще сумняшися делают по старинке один к четырем один к пяти горит у нас все нормально да я не спорю она нормально будет только там будет много набродится много сивушных масел это раз а во-вторых им приходится класть увеличенную дозу дрожжей на килограмм пачку 100 граммовую для того чтобы они там выжили в этом густом растворе в таком и там какую-то часть перебродили труб и потом падают на дно и и воняют потом люди старательно чистят все это марганцовку льют молоко что только не придумывают а можно сделать проще можно сделать низко спиртуозную брагу дай бог здоровья изобретателю этого способа не знаю как его зовут а выступает он под именем 127l дай ему бог здоровья за то что он придумал этот замечательный способ так стоп нужно дрожжи теперь засунуть они надо уже расплавились примерно одна пачка дрожжей то есть вот в эту брагу низко спиртуозную на килограмм сахара вот ждал пока трактор уедет а он приехал в другое место но вот в низко спиртуозную брагу дрожжей кладется в два раза меньше соответственно они меньше гибнут а больше размножаются и опять же соответственно там меньше вонючести я делаю 10 на карачках потому что чтобы вам показать потому что в ванне снимать неудобно вообще это конечно удобно все в ванне разводить ну смысле в ванной комнате в ванну ставишь бачки если что пролилось не страшно и вперед но мне же нужно вам показать поэтому вот так вот корячусь мог но вот этот способ он более геморройный то есть если вы делаете на продажу то вам конечно может быть и не стоит заморачиваться а если делаете для себя любимого то попробуйте сделать низко спиртуозную бражку перегнать ее кстати у вас даже без очистки она будет лучше чем у некоторых с очисткой единственная проблема перегонять вам скорее всего придется ее два раза потому что низко спиртуозная брага не дает при первом перегоне высоко спиртуозный самогон а у вас получится он в итоге около 20 градусов там первый будет идти 45 50 а последний будет идти 5 градусов поэтому чтобы его укрепить придется второй раз перегонять но это опять же для себя любимых почему бы и нет вот мы залили сейчас не до залили скажем так воды здесь где-то 17 литров но я еще добавлю 8 литров чтобы было на два с половиной килограмма чтобы был 25 литров кега это 38 литровая по моему вот так вот это разболтаем сейчас и сделаем паузу я найду эти 8 литров воды залью при вас и покажу как сделать гидрозатвор легко и просто секундочку прервемся и вот сейчас мы доливаем наши 8 литров и будем считать что брашка поставлена но наденем на нее как положено гидрозатвор так если это 38 может быть там и не 38 давайте будем ориентироваться на залитое так примерно и чтоб можно было ее поднять хотя бы уж когда она полная на гадство тяжелое ну хватит наверно так и теперь самый простейший гидрозатвор это вот на палечнике продаются в аптеке где-то от 10 до 16 рублей за пачку вынимаем одну штучку в запасе имеем иголочку и сейчас покажу как это делается вот его растягиваем вам наверное знакома эта процедура продуваем отталька потом вовнутрь пихаем пальцы если этого не сделать то вы порвете и потом аккуратненько натягиваем вот и все если сейчас потрясти оба он начинает надуваться и вот здесь нужно успеть проколоть дырочку а дырочку колем самой большой цыганской иголочкой какая у вас есть вот так вот пронзили и дернули и получилось у вас вполне достаточная дырка потому что маленькая дырка это плохо и вот так вот рукой можно пощупать дует вам в нее или нет вот при надевании повредил видите вот здесь вот но сейчас это не важно можно взять и чуть-чуть туда а можно взять и новый давайте еще раз вам покажу процедуру где-то тут острая наверно было от чего-нибудь можно одевать перчатки но перчатка вот на такую когда одевается она болтается можно одевать презерватив оба еще одна порвалась где-то острые где-то острые сейчас я соскоблю надо было проверить от пива может быть осталась труха какая-то а может быть растягиваю кстати на палечники бывают бракованные так что если порвется не удивляйтесь это бывает но вообще я пользуюсь ими как бы по нескольку раз одним а потом вот так вот пойдет что-то не то что-то пошло не так и несколько штук можно испортить кстати бывают более толстые на палечнике не в таких пачках они не прозрачных те лучше близко к идеалу хотя вон там дырочка маленькая есть ну ладно уже не будем больше а вот на такие вот натягивается вообще идеально ну прекрасно дует на этом разведение браги закончилось пока смотрите другие наши видео